Здарова, народ! Дайте 5! Ништяк! Погнали! Я тут одно видео посмотрел и понял, что для того, чтобы заниматься акробатикой, нужны очень сильные руки. Убедитесь сами! Дамы и господа, в эфире капитал-шоу Поле Чудес! Крутите барабан! Знаете, мне кажется, это весьма больно. Посмотрите, она себе все ноги отшибла. Бедный ребенок. Ей для начала надо было хотя бы один раз подтянуться, чтобы удостовериться, выдержат ли ее руки. Или турник. Но падение было очень мощное. Я вообще думал, что там сейчас землетрясение начнется. Я уверен, если бы она получше разогналась, повыше подпрыгнула и нырнула рыбкой, то... Не, она себе тогда просто щи разъебала. Знаете, несмотря на свою неудачу, она все равно победила. Потому что приземлилась четко возле десятки. Относительно недавно был праздник крещения. Все окунались в проруби, приходили в церкви за святой водой, парковали у этих церквей свои ебаные машины, что хуй нормально проедешь, из-за чего образовывались неебовые пробки. Но это все не важно. Важно лишь то, что говорит вот этот мужик. Блин, я натуру как-то... Скажите, ваше эмоции, впечатление... Холодно не... Пошли вы в жопу, но... Сами эти дела там купайтесь. В натуре придумали, когда народ крестить. Уже в те далекие времена в нашей стране все через жопу было. Нет, чтобы в июле это все устроить. Сами-то наверняка куда-нибудь на Мальдивы свалили, христианство принимать, а народ пускай в прорубях мучается. Если бы я тогда жил, я бы прям так и сказал. Пошли вы в жопу, но... Сами эти дела там купайтесь. Чувак, кстати, сразу же накосячил. Такой праздник он матом шпарит. Конечно, он это делает за вуалированная война. Но по второму кругу бежать окунаться все равно придется. А представляете, если бы ситуация совсем другая была. Вот вы провалились в деревенский туалет. Скажите, как вам? Противно, не противно? Пошли вы в жопу, но... Сами эти дела там купайтесь. А что если все еще более абсурдно было? Здравствуйте, а вы не могли бы меня сейчас в жопу послать и сказать, чтобы я сам шел вон там купаться? Пошли вы в жопу, но... Сами эти дела там купайтесь. Отлично, осталось поснять пару ебанутых мамаш, которые своих маленьких детей купают, и можно сдавать в эфир. Если вы ни разу не были в 5D кинотеатре, не особо хотите, но вам интересно, что там, то следующее видео для вас. Вот это я понимаю. Полное погружение. Было бы, конечно, гораздо круче, если бы в телеке прозвучал взрыв, но и так неплохо. А представляете, если бы в эфире произошло что-то типа этого? Сейчас я, маг четвертого разряда, продемонстрирую вам что-то поистине нереальное и шокирующее. На счет 3 за вашей спиной прозвучит взрыв. Итак, раз, два, три! Мне дико нравится, как мужик подпрыгнул двумя ногами вперед. Он, наверное, просто старый рестлер на пенсии. И если его напугать, у него автоматически срабатывают боевые инстинкты. Я так понимаю, что этот мужик батя, а петарду ему сынок подложил. Как вообще после такого он своему отпуску отцовского леща не отвесил? Если бы я такое сделал, я бы сейчас тут не стоял. Хотя видео потом обрывается, так что, возможно, он ему и напиздил. В общем, мое обращение к батям. Мужики, будьте снисходительнее к своим детям. И если уж они решили вас разыграть и подложить вам петарду под жопу, не забудьте подпрыгнуть двумя ногами вперед, чтобы смешнее было. И напоследок я бы хотел поговорить с вами о разочаровании. О том великом разочаровании, которое испытал мужик в следующем видео. Я, конечно, понимаю, что плохо смеяться над чужим горем. Но я чуть не сдох от смеха, когда это видео смотрел. Я больше всего с этого момента прогорел. Пиздец, такое ощущение, что у него не рыба вывалилась, а машину угнали, когда он из магазина выходил. Вы просто представьте, что он бежит за своей тачкой. Довольно-таки правдоподобно вышло. Если не учитывать звука воды. Но это он типа пакет с бутылками уронил. И чего он хотел добиться, когда кричал рыбам, чтобы они остановились? Мужик думал, что они сделают так? Ура, мы свободны, плывем! Стой. Он хочет, чтобы мы вернулись. Ладно. И, конечно, огромный смысл добавляет в это видео вот эта фраза. Ну, блядь, да, по школе снимаешь ты, блядь! Жерих упустил, блядь! То есть он только жерихом дорожил. А на остальную рыбу так похуй вообще. Мне бы на месте тех рыбин, что сбежали, было бы очень обидно, и я бы никогда не вернулся. Так что мужика жадность погубила. Нужен был только жерих, а он попутно лишнего наловил. Вот и получил хуй на палочке. Вообще, ребят, не жадничайте. И всегда помните поговорку. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И еще медведь выебет. В жопу. Снимет это на камеру и выложит в интернет. Каждый четверг на сайте Карамбы выходит эксклюзивные эпизоды плюс 100500. Опа! Опа! Заходите на сайт Карамбы и смотрите эксклюзивные эпизоды плюс 100500. Ха! Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда вас навестит король сгущенки. Это был плюс 100500, меня зовут Максим. Пока! Стимулирует, стимулирует. А задница? Солить, плюнуть, плюнуть, плющишь. Килограмм стоит в среднем 2000 рублей. Нет, они у вас для другого, они только для фонера. А вы думаете, чем... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы провалились в дерев... Блядь! Продолжение следует...